привет всем вы на канале наталья соболев израиль я приглашаю вас на экскурсию посетить вместе со мной наш городской парк там находится зоопарк города афула израиль для вас я с удовольствием расскажу интересные факты животных и в конце загадаю загадку кто первый отгадает загадку тот будет победителем конкурса викторины кто первый в израиле около 10 зоопарков и океанариумов каждый из них имеет какую-то отличительную особенность изюминка нашего пульского зоопарка состоит в том что это не просто зоопарк это мини зоопарк зоопарк находится в городском парке нашем зоопарке уютно и компактно расположены клетки чистые ухоженные животные и главное свободный бесплатный вход в зоопарке может каждый покормить животное для этого привозят специальный питательный корм для животных из из испании 1 горбый верблюд бывают верблюды с двумя горбами мнение что они хранят там воду неверное они запасают жир а вот окисляя который в случае большой жажды они превращают воду горбы служат терморегулятором при помощи которого происходит предотвращение потери тепла жители пустынь называют это животное корабль пустыни и живет верблюд до 40 лет а вес составляет от 300 до 700 килограмм как его называют по-гречески переводе бегущий отличается довольно стройным телосложением и длинными ногами верблюдов длинная шея на которой расположена вытянутая голова верхняя губа раздвоена а ноздри имеют щелеобразную форму и верблюд может их при необходимости закрыть на веках у него очень длинные ресницы верблюды способны за 10 минут выпить около 100 литров воды в рацион входит колючка пустынная обычно перевозят 150 килограмм груза в африканских странах а также в австралии пользуется популярностью скачки на одногорбых верблюдах а в некоторых странах даже выводят специальные скаковые породы до верблюды могут плеваться во время брачного сезона но не на человека она соперника в этот период самцы становятся агрессивными борьбе за самку дерутся друг с другом кусаются и мелко плются а чтобы обратить внимание самки и произвести на нее впечатление верблюд надувает из слюны пузыри но есть в нашем зоопарке одно животное которое плюется на человека о нем я расскажу позже лама южноамериканское млекопитающее и семейство верблюдовых одомашненно индейцами анд приручено центральных андах играла важнейшую роль в скотоводстве инков в отличие от верблюдов ламы не имеют горба в остальном у них много общих черт клыковые резцы в верхней части челюсти мозолистые подушечки на подошве разбойных копыт пережевывание жвачки высота взрослого самца составляет примерно метр двадцать сантиметров шея довольно тонкая голова небольшая обычно высоко поднятые уши высокие заостренные у домашних лайм шерсть довольно мягкая помощью искусственного оплодотворения возможно скрещивание между самцом одногорбового верблюда и самкой ламы в результате получается гибрид кама ламы были одомашнены более четырех тысячелетий назад на территории перу 1553 году дается их первое описание и изображение в книге хроника перу съеса де лиона лама и альпак очень похожи только мех у альпака больше мех ламы обладает меньшей ценностью чем мех альпака лама в основном используют как вьючное животное из жиры лам изготавляют свечи а навоз используют в качестве топлива есть еще предки лам го аннака вот высокогорных плато андах этот вид до сих пор используется для перевозки тяжелых грузов через горные хребты по тропам недоступным для современного транспорта навьючивает только самцов одно животное переносит за день 45 килограмм на расстояние около 24 километра если груз слишком тяжел лама останавливается и садится никакое наказание не заставит ее надрываться а назойливому погонщику она просто плюнет в лицо зловонной жвачкой в зоопарке если ее кто-то обидит она плюнет в лицо самки лам используют только для размножения их никогда не доят и не навьючивают рост взрослого альпака не превышает 1 метра весят до 80 килограмм живут они около 20 лет выращивают альпак для стрижки шерсти из которой делают теплые и мягкие одеяла плеты и одежду из меха делают предметы для дома это уточка убежала из зоопарка лови догоняй догоняй уточку лови 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 уточку в нашем а польском зоопарке есть черные лебеди птицы из рода лебедей семейство утиных вид был открыт в австралии 1697 году черный лебед считается символом западной австралии он изображен на флаге и гербе этого штата образ черного лебедя можно встретить также на марках и гербах четырех городов на востоке австралии достигает метра 40 сантиметров является немного меньшими чем лебедь шипун или белый лебедь и масса может достигать 10 килограмм шея черного лебедя наиболее длиннее среди лебедей благодаря 32 шейным позвонкам он может охотиться под водой более глубоких водоемах красного цвета и украшен белым кольцом у края настоящее время черному лебедю в мире ничего не угрожает численность составляет от 100 тысяч до 1 миллиона взрослых особей в отличие от многих водных птиц и других видов лебедей черный лебедь не является перелетной птицей как и другие лебеди черный лебедь крайне преданная птица и не меняет своих партнеров изучая черных лебедей орнитологи стали свидетелями необычного явления самцы этих птиц способны создавать однополые союзы при этом птицы используют самку для откладывания яиц после этого самцы черных лебедей выгоняют ее и сами высиживают и выращивают потомство а всего в мире насчитывается 7 видов лебедей черный черношейный лебедь лебедь крикун лебедь шипун американский лебедь малый лебедь лебедь трубач черные лебеди не любят ходить по земле они передвигаются по воде продолжительность жизни около 20 лет в неволе значительно дольше у людей было много суеверий связанных с этими пернатами например появление черной птицы на свадьбе означало несчастливый брак а белый лебедь означал счастье и верность на кончике хвоста у лебедей находится специальная железа выделяющая жир для смазывания перьев благодаря этому птицы могут подолгу плавать в воде не промокая африканский страус это не летающая птица его научное название переводе с греческого означает воробей верблюд самая крупная современная птица высотой 2 метра 70 сантиметров массой до 150 6 килограмм страус имеет плотное телосложение длинную шею клюк прямой и плоский а глаза большие с густыми ресницами страусы не летающие птицы крылья у страуса недоразвитые два пальца на них заканчиваются когтями а лапы и ноги длинные и сильные благодаря своему росту и прекрасному зрению страусы первые замечают опасность лучи опасности они бросаются бегство развивая скорость 70 километров в час и делая шаги 4 метра длиной а при необходимости круто меняют направление бега не снижая скорости молодые страусы уже месячном возрасте могут бегать со скоростью 50 километров в час очень интересная птица они можно говорить много требуется три с половиной килограмм пищи в день поскольку у страусов нет зубов для измельчения пищи в желудке они глотают мелкие камешки а зачастую другие твердые предметы гвозди куски дерева железо пластмассы страусы могут длительное время обходиться без воды получая влагу из поедаемых растений однако в случае охотно пил и любят купаться взрослые страусы опасны даже для крупных хищников одного удара их сильной ноги вооруженной твердым когтем достаточно чтобы серьезно ранить или убить льва известны случаи когда самцы защищая свою территорию нападали на людей все слышали легенду что напуганный страус прячет свою голову в песок это происходит от того что самка страуса сидящая в гнезде в случае опасности распластывает шею по земле и голову стремится стать незаметной на пони окружающей среды также страусы поступает и при виде хищников но если такой затаившейся птицы приблизиться она мгновенно вскакивает и убегает из-за перьев которые шли на украшения дамских шляп и на веера страуса почти истребили 18 веке в среде 19 века страусов не стали разводить на фермах то они к настоящему времени возможно были бы уже полностью истреблены как бы истреблен ближневосточный подвес страуса сейчас страусов разводят более 50 странах мира включая страны с холодным климатом например швейцарию однако большинство их ферм по-прежнему сосредоточены в южной африке можно ездить верхом взрослый самец везет человека без труда настоящее время страусов разводят ради дорогой кожи и мясо мясо страусов нежное и содержит мало холестерина дополнительными продуктами являются яйца и перья перья из птиц не выдергивают а раз-два в году аккуратно срезают близко к коже страус полигамная птица и чаще всего страуса можно встретить группами по 5 птиц один самец и несколько самок самец покрывает всех самок гареме но пару образует только с одной самкой вместе с ней высиживает птенцов что интересно яйца все самки откладывают в общую гнездовую ямку которую самец делает в земле или в песке яйца страусов самые крупные птичьи в мире относительно самой птицы они невелики длина яйца 21 сантиметр а масса полтора два килограмма для сравнения куриное яйцо имеет 36 грамм обычно общая кладка яиц доходит до 20 в восточной африке число яиц доходит до 60 каждая самка откладывает раз в два дня и что интересно когда доминантная самка отложит все яйца она требует чтобы остальные самки удалились прикатывает в центр кладки собственные яйца она отличает их по факту риска лупы и приступает к насиживанию страусята вылупляются зрячие покрытые пухом и способны передвижению только что вылупившийся струсенок весит один килограмм 200 грамм а к четырем месяцам достигает 19 килограмм африканские страусы живут как и люди среднем семьдесят пять лет маленькая лошадь пони это подвид домашней лошади характерной особенностью является низкий рост 80 сантиметров до метра сорока мощная шея короткие ноги выносливость считается что первые лошадки появились на островах европы на севере скандинавии на юге франции лошадка пони может перевозить груз в двадцать раз превышающий его собственный вес прошлом их разводили для работы на рудниках в угольных шахтах под землей в англии работала 16 тысяч пони многие годами работали под землей не видя солнечного света и вдыхали угольную пыль живут пони как правило дольше лошадей продолжительной жизни 45 54 года для сравнения лошадь домашняя живет 35 лет осел 40 лет бельгийский кролик великан эту породу называют фландер нередко они живут вместе с людьми и являются домашними питомцами порода великанов вырастает до метра в длину но чаще всего 75 сантиметров уши тоже длинные 18 сантиметров ролики именно этой породы попали в книгу рекордов гиннеса сразу в трех категориях как самые толстые самые длинные и самые тяжелые а весом они достигают от 8 килограмм и больше мы видим везде валяются клочья меха и это случается во время линьки при правильном уходе они способны дожить до 15 лет в дикой природе вообще кролики живут от одного до трех лет это связано с высокой смертностью от инфекционных болезней от нападения хищников и плохих погодных условий для продолжительной жизни им здесь зоопарки обеспечивают оптимальные условия содержания если будем говорить о декоративных кроликах то увеличить срок их жизни поможет кастрация такая процедура позволяет снизить изнашивание организма есть в зоопарке ослики первые ослы были одомашнены около 3000 лет до нашей эры в египте и распространились по всему миру бедных странах рабочие ослы живут 12 15 лет а в развитых странах продолжительность жизни может составлять от 30 до 50 лет от породы зависит и рост ослика эти ослики считаются маленькими и имеет рост 90 сантиметров громкий зов и рёб осла может быть слышен на протяжении трех километров и в соседних домах у ослов большие уши которые могут улавливать звуки на больших расстояниях эти животные плохо переносят сырость у них страдают копыты и нужен специальный уход вот ослы имеет пресловутую репутацию упрямство упрямый говорят как осел это происходит с ним тогда когда заставляют его работать до полного изнеможения осел может работать в течение десяти часов с одним перерывом для кормления и может находиться долго без воды и пищи изначально ослы использовались для верховой езды и тяги повозок для мяса молока и кожи ослиная кожа средние века считалось наиболее пригодной для изготовления пергамента и барабанов ослы были первыми животными которых древний человек использовал для перевозки грузов это обыкновенная носуха небольшое млекопитающее из рода семейства енотовых распространенное в южной америке однако встречаются на краю пустынь носухи всеядны но предпочитают мясную пищу в отличие от других енотовых ведущих ночной образ жизни носухи активны круглосуточно особенно днем обычно держится группами от 5 до 40 особей самки и детеныши живут группах а самцы держатся по одиночке врачный сезон самцы навещают группы самок и с помощью чистки шерсти или других жестов пытаются завоевать симпатии самок для спаривания после чего снова уходят оставляя самку рожать от двух до шести детенышей за нос напоминающий хобот в россии их прозвали носухами на одном из идейских языков тоже означает носатая своим длинным носом это хищное животное переворачивает камни обнюхивает траву раскапывает землю поисках пищи дают предпочтение лягушкам ящерицам скопионам мышам а в голодные дни носухи едят муравьев и пауков на сути живут восемь лет но в зоопарках могут доживать до 15 лет одним из самых древних животных прирученных людьми для использования в домашнем хозяйстве являются козы цены своим мясом молоком и шерстью родина ангорских коз горная местность солнечной турции свое название животные получили в честь города ангора бывшей столицы турецкого государства сейчас это город анкара главная отличительная черта не позволяющая спутать коз по половому признаку это рога у козы они маленькие тонкие не сильно загнутые назад а у козлов мощные витиеватой формы как и у других пород у ангорской козы также есть борода и маленький хвост уши длинные вытянутые вниз и короткая тонкая шея благодаря своей уникальной шерсти ангорская порода коз занимает ведущее место в шерстяном козоводстве а неприхотливость к любым условиям среды обусловливает им популярность среди фермеров всего мира в нашем зоопарке есть разные породы коз вот например уши у коз могут быть маленькие торчащие а могут быть широкие и свисающие также отличается длина и качество шерсти большинство пород имеет короткую шерсть но бывают длинношерстные козы у которых длина превышает 20 сантиметров ангорских коз стригу два раза в год в отличие от большинства овец которых стригу только один раз соединенные штаты турция и южная африка являются ведущими производителями махера живой вес козлов составляет 45 50 килограмм а кос 30 35 настрик шерсти махера соответственно 47 килограмм из махера изготовляют качественные ткани и ковры жирность молока ангорской козы не превышает 5 процентов живут козы 10 12 лет а это камерунские карликовые козы отличаются черной полоской на спине они долгожители могут прожить 20 лет камерунские козы небольшие вес самцов составляет 25 килограмм а самок 15 килограмм высоту карликовые козы достигает полуметра а длина туловище может доходить до 70 сантиметров включая маленький торчащий вверх хвостик они просты в разведении у них ласковый и короткий нрав к тому же они практически не подвержены типичным заболеваниям рогатого скота легко поддаются дрессировке можно приучить их справлять свои естественные потребности специально отведенном для этого месте привлекательный внешний вид не агрессивное поведение и высокая устойчивость к инфекциям и вирусам обусловили высокую популярность вида не только среди фермеров камерунские козы вполне могут заменить обычных домашних питомцев павлины рот крупных птиц из семейства фазановых голова шея и часть груди синяя спина зеленая низ тела черный самка скромнее и не имеет удлиненных перьев над хвостя на голове есть заметный хохолок из перьев великолепный хвост павлина на самом деле перья над хвостя сам же хвост состоит из невзрачных серых перьев многие ошибочно принимают эти огромные перья за хвост длина тела имеет сто сто двадцать пять сантиметров хвоста пятьдесят сантиметров а вот украшенные глазками перья над хвостя имеют метр шестьдесят сантиметров самец весит 4 килограмма самка немного меньше молодой самец носит полтора года такой же наряд как и у самки а вот типичные эти перья красивые вырастают только в возрасте трех лет живет павлин до двадцати лет эти птички созданы чтобы украшать нашу жизнь во пульском зоопарке есть очень много птиц и петушки курочки индюки голуби и есть попугаи обратите внимание животные подобраны так чтобы им было комфортно жить в нашем климате учитывали привычки каждого животного здесь животные в клетках не сидят по одному им подбирают соседа другой породы для того чтобы они жили мирно вот такой замечательный зоопарк есть в афуле спасибо всем за внимание я рассказала и вы теперь знаете почему верблюд плюется страус клюется и сколько живет кролик великан и лошадка пони если вы захотите чтоб я посмотрела ваши пять видео отгадайте загадку почему верблюд плюется страус клюется и сколько живет кролик великан и лошадка пони я не прощаюсь с вами до новых встреч не забудьте поставить лайк этому видео